Добрый день, уважаемые коллеги. В продолжение темы поднятой Ирины Алексеевны. Я продолжу свой доклад о лечении постренимационной болезни и расскажу о таком методе, как терапевтическая гипотермия с точки зрения его практического применения на примере клинического случая пациента, который госпитализировался у нас несколько лет назад. Итак, пациент был мужчина 60 лет. В анамнезе с течения длительного времени у него была гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа. В 2013 году пациент перенес инфаркт неудачненной локализации, не был ревускулиризирован, наблюдался по месту жительства. В 2014 году пациент перенес повторный инфаркт. В этот раз ему уже выполнили коронарографию, которая показала наличие хронических окклюзий всех трех основных артерий с развитым внутри- и межсистемным коллатеральным кровотоком. В последующем пациент лечился консервативно, получал медикаментозную терапию. Однако с 2015 года у пациента стали уже выраженно прогрессировать признаки хронической сердечной достаточности. Фракция выброса была 25%. Пациенту приходилось повторно госпитализироваться по поводу декомпенсации хронической сердечной достаточности. И с 2016 года в клиническую картину пациента присоединились такие вещи, как наджелудочковое нарушение ритма сердца в виде пароксизма фибрилляции предсердий, а также желудочковое нарушение в виде неустойчивых пробежек желудочковое тахикардия. Данное состояние было отслежено, и пациент был поставлен в очередь для имплантации кардиовертора-дефибриллятора. Но однако ожидание, к сожалению, затянулось. В 2017 году также у пациента состоялась консультация кардиохирурга, которым для решения вопроса о ревоскуляризации пациента была рекомендована оценка наличия у него жизнеспособного миокарда. Все это время пациент находился на практически оптимальной терапии, которая включала основные группы препаратов, только не было единственных ингибиторов натрия-глюкозного котранспортера. А так включали и сакубитрилболсартан, и аммиадарон, и бета-адреноблокаторы, статины, антикогулянтная терапия, петлевые и калийсберегающие диуретики. Итак, пациент в 2017 году обратился в поликлинику к нам для проведения сцентеграфии миокарда с физической нагрузкой, чтобы оценить возможность проведения ревоскуляризации коронарного русла. Однако уже на второй минуте физической нагрузки пациент теряет сознание, на кардиомониторе регистрируется желудочковая тахикардия. Сотрудниками поликлиники незамедлительно был начат непрямой массаж сердца и вызвана бригада блока реанимации интенсивной терапии. Перед вами представлен алгоритм проведения реанимационных мероприятий при дефибрилируемых ритмах. На этом вопросе вчера подробно останавливался Эрик Арменович. Единственное, что хочу еще раз сакцентировать на важности раннего начала и по возможности непрерывного проведения сердечно-легочной реанимации с минимальными перерывами на дефибрилляцию, так как данные исследований показывают, что паузы в непрямом массаже сердца на фоне различных организационных моментов напрямую влияют на успех дефибрилляции, так как с увеличением такой паузы на каждые 10 секунд существенно снижается вероятность проведения успешной дефибрилляции. Такая была картина реанимационных мероприятий у данного пациента. Регистрировались различные нарушения ритма. Это были и желудочковая тахикардия, довольно рефрактерные проведения дефибрилляции. Это и эсисталия, потребовавшая введение адреналина. И повторные эпизоды желудочковой тахикардии. Прошу прощения, здесь, конечно же, должен быть амёдарон. Здесь, по всей видимости, произошла у меня опечатка. Это были и эпизоды пироэтной тахикардии, которые были купированы введением магния. В конечном итоге реанимационные мероприятия увенчались успехом. Был восстановлен гемодинамически эффективный ритм. Данная кардиограмма отражает состояние пациента сразу после восстановления спонтанного кровообращения. Давление 110 на 70. Однако общее время остановки кровообращения и период низкой перфузии составлял у пациента данного 46 минут. Пациент был экстренно транспортирован в кардиореанимацию. Отмечалась у него гипотония, которая потребовала дополнительной вазопрессорной поддержки. На кардиомониторе регистрировался синусовый ритм, пробежки желудочковой тахикардии неустойчивые. В газовом составе крови отмечался декомпенсированный метаболический ацидоз, довольно выраженный, потребовавший инфузии бикарбоната натрия. Пациенту в экстренном порядке было проведено эхокардиографическое исследование, которое, однако, не показало существенных изменений по сравнению с тем, что наблюдалось у пациента на догоспитальном этапе. Фракция выброса также составляла 25% и отмечалось диффузное снижение глобальной сократимости. Учитывая, что и кардиограмма существенно не отличалась от той, что была сделана до остановки кровообращения, причин подозревать острый тромбоз коронарной артерии как причины остановки кровообращения у нас не было, и, соответственно, экстренно в рентгеноперационную пациент не подавался, и, соответственно, нами было продолжено лечение постреанимационной болезни. Надо сказать, что в неврологическом статусе у пациента преобладала кома. Пациент не отвечал на вербальные команды. По шкале комы ГЛАЗГО состояние данного пациента расценивалось как кома на уровне 6 баллов, поэтому было принято решение о проведении управляемой терапевтической гипотермии, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения головного мозга. Пару слов, собственно, о физиологии ишемического и реперфузионного повреждения головного мозга после остановки кровообращения. Так, ишемия главным образом способствует свободно радикальному повреждению головного мозга. При этом гипертермия, которая часто наблюдается у постреанимационных больных, усугубляет данное состояние. Так, патологический процесс усугубляется с каждым повышением температуры на полградуса, выше 37 градусов Цельсия. И, соответственно, запускается порочный круг воспалительной реакции. Гипотермия в этом плане замедляет и ингибирует процессы мембранной деструкции, ингибирует свободно радикальные повреждения головного мозга, также замедляет метаболизм и потребности головного мозга в кислороде. Под цифром, с каждым снижением температуры тела на 1 градус Цельсия, метаболизм головного мозга снижается на 6-7%. Немножко о доказательной базе. Так, ведущими европейскими и американскими сообществами рекомендовано проведение терапевтической гипотермии, у пациентов, у которых остановка кровообращения произошла вследствие желудочкой тахикардии или фибрилляции желудочков, а также при недефибрилируемых ритмах типа асистолии и электромеханической диссоциации. Условием для проведения терапевтической гипотермии является коматозное состояние пациента. В этом случае процедура должна быть проведена в кратчайшие сроки, и длительность целевой температуры тела, которая составляет для таких пациентов 33-36 градусов, составляет больше или равно 24 часа. Данная методика при соблюдении всех этих условий имеет крайне высокий класс рекомендаций, и, соответственно, должна быть проведена при наличии такой технической возможности у всех пациентов после остановки кровообращения, находящихся в коме. На данном слайде представлен наш локальный протокол. Он ничем не расходится во мнениях с данными клинических рекомендаций. Также мы проводим терапевтическую гипотермию у пациентов с дефибрилируемыми и недефибрилируемыми ритмами, находящимися в состоянии комы. В отношении определения комы после остановки кровообращения существуют также различные данные. Мы приняли для себя решение, что наиболее простым для врача-ренематолога будет определение комы как отсутствие ответа на вербальные команды. Это же и постулирует современная рекомендация, то есть необязательно присутствие невролога и ювелирная оценка по шкалам комы и бальный расчет комы, чтобы провести терапевтическую гипотермию. Достаточно просто, что пациент не выполняет наши вербальные команды. Глубина охлаждения составляет 33-36 градусов, с последующим контролем температуры тела менее 37 градусов, когда как можно раньше, сразу же после восстановления спонтанного кровообращения, после минимальной стабилизации пациента должна быть начата терапевтическая гипотермия. И длительность удержания температуры тела, как я уже сказала, на целевом уровне 33-36 градусов, должна быть не менее 24 часов. У данного пациента мы сместились в сторону более низкой температуры тела в пределах допустимого диапазона. Такое наше решение было обусловлено тем, что у него был довольно глубокий неврологический дефицит и достаточно затяжная сердечно-легочная реанимация. То есть период, когда головной мозг не получал достаточной перфузии, составлял 46 минут. В данном исследовании как раз было показано, что более благоприятный неврологический исход, который в больном расчете соответствовал специальной шкале cerebral performance категории, благоприятный исход по этой шкале расценивается как 1-2 балла. И такой исход был более заметен при достижении целевой температуры тела на уровне 33 градусов. Соответственно, охлаждая пациента до такого низкого уровня, мы сталкиваемся с различными осложнениями процедуры. Процедура довольно небезопасна и должна быть тщательно мониторирована. Так, к осложнениям терапевтической гипотермии относится холодовая полиурия, которая приводит к дополнительной гиповолемии, гипотонии, брадикардии и снижению сердечного выброса у данной категории больных. Это электролитные нарушения, это инсулинорезистентность и гипергликемия. Это дрожь, которая, как ни странно, является также достаточно серьезным осложнением процедуры. О дрожи я скажу несколько позже. Это нарушение коагуляционного каскада, это подавление воспалительного ответа и повышение риска инфекционных осложнений. На данном слайде представлен график проведения терапевтической гипотермии и, соответственно, осложнения, соответствующие каждой из ее фаз. Так, фаза, когда мы достигаем целевой температуры тела, называется фаза индукции. Длилась она у данного пациента примерно 6 часов. Следует проводить ее со скоростью где-то 1 градус в час, чтобы скорость достижения целевой температуры тела была оптимальной. Фаза, на которой поддерживается оптимальная температура тела в пределах диапазона 33-36 градусов, у нашего пациента, соответственно, это было 33 градуса, так и называется фаза поддержания. Во время этой фазы наиболее вероятен риск инфекционных осложнений. И фаза, в течение которой температура тела возвращается на уровне 36 градусов, называется фаза активного согревания. И, соответственно, температурный контроль при необходимости, при наличии у больного лихорадки, собственного повышения температуры тела более 37, тем более более 38 градусов. В таком случае рекомендуется не прекращать процедуру терапевтической гипотермии и удерживать температуру тела на уровне менее 37 градусов. В фазу индукции и в фазу активного согревания наблюдаются наиболее активные электролитные нарушения, так и в фазу индукции уровень калия, кальция, магния, также фосфатов снижается за счет поступления этих элементов внутрь клетки. Соответственно, осложнения, которыми мы встречаемся, это гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия. В фазу индукции наиболее выражена мышечная дрожь у пациента. Также в фазе индукции соответствует холодовая полиурия, которая приводит к осложнениям, которые я перечисляла на предыдущем слайде главным образом гиповолемия. Также в фазу индукции повышается инсулинорезистентность, и, соответственно, мы у этого пациента можем наблюдать гипергликемию. Соответственно, все эти осложнения требуют тщательного контроля уровня калия, кальция, магния, глюкозы. В фазу активного согревания, соответственно, все эти элементы, которые заходили внутрь клетки в фазу индукции, поступают обратно в кровоток. Поэтому фаза активного согревания также является довольно опасным моментом, требующим приставленного наблюдения, и фаза активного согревания не должна производиться быстро. Рекомендованный диапазон температуры – 0,25 градусов в час. Остановлюсь на таком осложнении, как мышечный дрожь. Дрожь является физиологической реакцией на снижение температуры ядра тела менее чем 36,5 градусов. Наиболее выражена дрожь в фазе индукции. Патофизиологическим механизмом является снижение нейропродуктивного эффекта терапевтической гипотермии, повышение продолжительности фазы индукции, повышение расхода энергии покоя, повышение метаболической потребности в кислороде. Также вследствие развития дрожи повышается внутричерепное давление и активируется симпатика. То есть мы наблюдаем у таких пациентов тахикардия, возможно, небольшое повышение артериального давления. Также мышечный дрожь усугубляет развитие тканевой ишемии. Интересный факт – то, что при выборе более мягкого температурного контроля на уровне 36 градусов дрожь выражена наиболее сильно, чем при температуре даже 32-33 градуса. Это обусловлено тем, что при снижении температуры тела интенсивным до 32-33 градусов Цельсия уже подавляются собственные механизмы терморегуляции, и, соответственно, дрожь может быть практически невыражена у данного пациента. Не всегда дрожь у пациента, особенно в условиях седации, релаксации, легко распознать. Для этого мы используем пальпаторные методы, используется пальпация нижней челюсти, жевательные мышцы. Мы можем заподозрить наличие дрожи по появлению большого количества артефактов на мониторе ЭКГ. И также сам аппарат терапевтической гипотермии может нам подсказать, что не все в порядке, что у пациента повышены мышечные сокращения и наблюдается дрожь, так как будет замедлено достижение целевой температуры тела. Пациент, получается, будет бороться против охлаждения, аппарат будет бороться против повышения его температуры, и, соответственно, все это приводит к более длительному периоду индукции. Оценка дрожи должна производиться каждый час. Для этого рекомендуется объективизация, собственно, этой оценки с помощью шкалы при кроватной оценке дрожи. Шкала четырехбальная от нуля до трех баллов. При нуле баллов наблюдается отсутствие дрожи при пальпации жевательных мышц, шеи, грудной клетки. Соответственно, дрожи мы не видим. На этапе легкой дрожи мы видим дрожание шеи в сочетании или отдельно от дрожания грудной клетки. Умеренный дрожь вызывает присоединение дрожания верхних конечностей, и тяжелая дрожь приводит к грубому дрожанию корпуса верхних и нижних конечностей. У нашего пациента отмечалась легкая степень дрожи. Данная шкала также позволяет нам оценить метаболический вклад дрожи и коррелирует с увеличением системного метаболического стресса. На сегодняшний день существуют медикаментозные и немедикаментозные методы декупирования дрожи у пациентов после остановки кровообращения. Надо сказать, что большинство пациентов должны получать, после того, как пережили период остановки кровообращения, должны получать седативные препараты и гипнотики. Они показаны при отсутствии сознания уже в течение первых 50 минут после восстановления спонтанного кровообращения, согласно рекомендациям Элькор. Соответственно, пациент уже находился в состоянии анальгоседации, пропофолом и фентанилом. Также были добавлены немедикаментозные методы, такие как локальное согревание стоп, кистей, лица. Это зоны, которые наиболее богаты терморецепторами, и, соответственно, умеренное согревание уже только этих зон приводит к минимизации эффекта дрожи без потери качества терапевтической гипотермии. Также, если пациент исходно лихорадит, дополнительно целесообразно введение парацетамола каждые 4-6 часов. Это минимизирует контраст между исходным уровнем температуры пациента и целевым уровнем температуры. И, соответственно, таким образом за счет минимизации этой разницы дрожь может уменьшиться. Также целесообразно при развитии дрожи применение сульфатом огня в виде инфузии 0,5 г в час или медленного внутривенного введения 2 г. Также, как метод уже последней линии, если дрожь рефракторна и не отвечает на немедикаментозные, ни на метод анальгоседации фентанилом, пропофолом или медозоламом, возможно введение миорелаксантов. Рекомендуется введение цесатракурия или ракурония. Стоит отметить, что дрожь, несмотря на то, что является достаточно серьезной помехой в осуществлении терапевтической гипотермии, дрожь может являться благоприятным признаком, который свидетельствует о менее глубоком поражении центральной нервной системы. Так, в проведенных исследованиях было показано, что у пациентов с крайне глубоким поражением головного мозга и неблагоприятным неврологическим исходом дрожжи при проведении терапевтической гипотермии не отмечалось. Еще одним важным инструментом оценки пациента на фоне терапевтической гипотермии является электроэнцефалография, которая позволяет нам распознать дрожь и отличить дрожь от судорожного синдрома, о котором более подробно рассказывала Ирина Алексеевна. И также электроэнцефалография может быть как дополнительным инструментом оценки прогноза и неврологического исхода у пациента, перенесшего остановку кровообращения и находящегося в коме. Судорожный синдром развивается у пациентов, переживших остановку кровообращения, находящихся в коме, в 10-40% случаях. Наиболее вероятно развитие судорожного синдрома в первые 8 часов после восстановления спонтанного кровообращения. Развитие судорог является не только следствием повреждения головного мозга, но и самостоятельным повреждающим фактором. Так судорожный синдром повышает потребность головного мозга в кислороде и повышение метаболизма головного мозга в 3 раза. При этом профилактика судорожного синдрома в виде введения противосудорожных, заблаговременного введения противосудорожных препаратов, не рекомендовано, так как может вызвать дополнительную гемодинамическую нестабильность у пациента. У нашего пациента на фоне дрожи также была снята электроэнцефалография, которая не выявила признаков судорожного синдрома. Однако у пациента выявлялись сонные веретены, которые могут быть благоприятным прогностическим признаком у пациента. После остановки кровообращения сонные веретены являются электрофизиологическим признаком сна. Также еще одним важным аспектом при проведении терапевтической гипотермии является изменение фармакокинетики и фармакодинамики препаратов. Так, на примере пропофола снижение температуры тела до 34 градусов на целых 28% повышает концентрацию пропофола в крови. Соответственно, требуется более аккуратная, более медленная тетрадция данного препарата. Это же касается большинства препаратов для анальгоседации. Повышается концентрация медазолама, морфина, фентанила и дексмедетамидина. В условиях терапевтической гипотермии происходит также изменение коагуляционного каскада, причем разнонаправленное. Сама по себе остановка кровообращения способствует активации прокогулянтного звена. Так повышается активность комплекса тромбина-антитромбина, тромбоцитарного фактора, тканевого фактора. В условиях гипотермии мы, наоборот, наблюдаем снижение адгезии агрегации тромбоцитов, снижение выработки активности факторов свертывания. Это главным образом касается глубокой гипотермии, менее 33 градусов. Это тромбоцитопения, которая уже была смоделирована в экспериментальных условиях при охлаждении, менее 30 градусов. Однако тоже стоит иметь в виду, что такое осложнение может быть. И повышение фибринолиза. Но это уже при совсем экстремальных условиях гипотермии, которая далеко за пределами терапевтического диапазона. То, что касается напрямую клинического аспекта работы врача-ринематолога, это активность антитромбоцитарных препаратов в условиях терапевтической гипотермии. Так, мы видим, что тикагрилор и просугурел снижают свою антитромбоцитарную активность. Также существенно снижается, практически дезактивируется активность клопидогрела. Тем не менее, в отношении аспирина нет изменения антитромбоцитарной активности. Поэтому, если пациент, допустим, перенес установку кровообращения на фоне острого тромбоза коронарной артерии, пациенту было выполнено экстренное чрезкожное коронарное вмешательство и установлен стенд, целесообразно придерживаться температурного контроля на уровне верхней границы нормы, то есть на уровне 36 градусов. Но это, конечно же, не повод отказываться от методики полностью. Что касается антибактериальной терапии, также она была уже освещена Ириной Алексеевной в рамках постреанимационной болезни. Антибактериальная терапия – довольно соблазнительный метод у пациентов после остановки кровообращения, потому что внутрибольничная пневмония у этой категории пациентов довольно часто развивается, наблюдается более чем у половины больных, переживших остановку кровообращения. Факторами риска является и сама по себе сердечно-легочная реанимация, и нарушенный статус сознания у пациента, и незащищенные дыхательные пути. Сама по себе защита дыхательных путей в виде экстренной интубации является также фактором риска инфекции и механической вентиляции легких. Помимо факторов риска инфекции, связанных с реанимационными мероприятиями, метод терапевтической гипотермии также ассоциирован с увеличением риска инфекционных осложнений, так как в условиях гипотермии повреждается иммунный статус, снижается высвобождение провоспалительных цитокинов, снижается химотаксис гейкоцитов, гацитов. Также прогрессирование инфекции способствует инсулинорезистентности и гиперглюкемии на фоне проведения терапевтической гипотермии. Однако также данных, убедительных за профилактическое применение антибактериальной терапии на сегодняшний день, не получено. Возможно проведение антибактериальной терапии у пациентов, у которых помимо гипотермии проводится экстракорпоральная мембранная оксигенация, внутриортальная баллонная контрпульсация, проводятся сеансы заместительной почечной терапии. Однако, несмотря на то, что такие пациенты могут получить какое-то преимущество от профилактической антибактериальной терапии, для того, чтобы ее назначить, требуется более твердая доказательная база под ногами, нежели единичные исследования. Также высок риск развития на фоне терапевтической гипотермии вентилятора ассоциированы к поражению легких. Однако, в проводившихся исследованиях, несмотря на высокую вероятность развития внутрибольничной вентилятор ассоциированной пневмонии в группе плацебо, не было различий по смертности на 28-й день и по количеству дней на ЭВЛ в двух группах. Поэтому это еще раз говорит в пользу того, что антибиотикотерапия должна назначаться только при появлении явных признаков инфекции. Еще раз о тех показателях, которые требуется мониторировать, отслеживать у пациента, который находится на терапевтической гипотермии. Это неврологический статус. В идеале это мониторирование Г, размер зрачков, о котором говорила Ирина Алексеевна, контроль реакции на свет. Особый контроль в условиях гипотермии должен быть сакцентирован на дрожь и судорожный синдром. В отношении сердечно-сосудистой системы у пациентов с гипотермией рекомендуется поддержание среднего артериального давления на более высоком уровне, на уровне более 80 мм тутного столба. Это объясняется необходимостью поддержания церебральной перфузии на достаточно высоком уровне. Во время гипотермии может развиваться брадикардия. Часто бывает развитие брадикардии до 30-40 ударов в минуту. Однако коррекция этого состояния требуется только вследствие гемодинамических нарушений на фоне брадикардии. А если мы видим просто по кардиомонитору при стабильных цифрах артериального давления показатели 30 или 40, то на это не нужно реагировать. В отношении системы дыхания, как уже сказала Ирина Алексеевна, нам требуется нормоксия, нормокапния. И акцент в отношении больных, которые получают терапевтическую гипотермию, делается на том, что мы должны предотвратить гипероксию, и целевое значение сатурации крови составляет около 94%. Мы должны мониторировать почечную функцию, мы должны мониторировать электролиты, контролировать уровень калия, магния, фосфора, кальция. Особый контроль должен производиться за уровнем глюкозы. И целевой гликемией здесь является достаточно жесткие значения гликемии, не более 5 ммол на литр. Это объясняется тем, что в проводившихся исследованиях гипергликемия приводила к повышению вероятности неблагоприятного исхода. Поэтому в первую очередь мы контролируем гипергликемию, но не забываем о том, что мы должны избежать гипергликемии, поэтому мониторирование глюкозы должно быть особенно часто и стараться контролировать ее в целевых диапазонах. Также мы отслеживаем риск кровотечений, развитие анемии у данного пациента. В условиях терапевтической гипотермии чаще наблюдаются небольшие кровотечения, которые не требуют существенной коррекции терапии. В группе риска скорее являются пациенты, у которых производятся дополнительные методы механической поддержки кровообращения. Таким пациентам, конечно, с гемостазом следует наблюдать наиболее тщательно. Пациент был экстубирован на третьи сутки пребывания в ПРИД. Существенных осложнений процедуры у него не наблюдалось. Однако неврологический эффект, несмотря на 46-минутную реанимацию, по сути в течение 46 минут у пациента отсутствовала адекватная перфузия мозга. И тем не менее из-за неврологического дефицита заметно только являлась ретроградная амнезия на события недельной давности. Пациент был стабилизирован и перевезен в палату уже на седьмые сутки. В стенах кардиоцентра ему была произведена имплантация кардиовертера-дефибриллятора, и он был выписан на 15-е сутки в удовлетворительном состоянии. На этом у меня все. Спасибо за внимание. На слайде также я еще раз напоминаю о наличии у нас Инстаграма, в котором будут выложены все наши лекции. Так, и осталось посмотреть вопросы в чате. Единственное, что я прошу помочь моих коллег, потому что я отсюда не могу их зачитать. Здравствуйте, мой номер в вчерашней тиме. Как видимо, мой вопрос будет всем понял. В ЦН, ЖП без пульса, выполнено И. После третьего разряда ребенка дорога, восстановлены цивилизированные эффективны в сознании, выполнены в пульсе на северии, продолжаются проведущие и устойчивые ЖП и желудочковые цивилизации по типам гумии и парам. В таком случае мы продолжаем введение миодорона через инфузомат. Если сохраняются пробежки желудочковой тихокорзии и желудочковой экстрасистолии, соответственно, мы думаем о продолжающейся инфузии миодорона уже после восстановления спонтанного кровообращения. Если речь идет о реанимационных мероприятиях, то все должно производиться согласно протоколу дофибрилируемых ритмов, то есть однократное введение миодорона 150 мг после третьего разряда, и после пятого разряда вводится миодорон 150 мг. Здесь, по всей видимости, речь идет уже о пациенте после восстановления спонтанного кровообращения, поэтому при неустойчивых желудочковых тихокорзиях возможно продолжена инфузия миодорона, контроль электролитов, так как, возможно, еще потребуется инфузия калия, коррекция метаболического ацидоза, который высокой вероятен в данных условиях, и который также может обуславливать наличие нарушений ритма у данного пациента. Так, и теперь вопрос и комментарий. Если я делаю это дисплейсом, выполняю их один раз, введу их по второму разу использую монотехность установления длинных знаков и сознания с течением максимум 40 секунд, то теперь я при безогновлении снова подальше стучу один раз, затем трачу 2 минуты на СЛР, и только потом второй раз на восстановление. То есть, видимо, вопрос... Да, в этом случае я не думаю, что СЛР – это трата времени. Согласно всем протоколам, обязательно после дофибрилляции, даже не оценивая ритм, должна выполняться сердечно-легочная реанимация незамедлительно, так как существенно снижается при перерыве, который мы тратим на оценку ритма, тем более могут быть по кардиомонитору зарегистрированы артефакты, и не сразу мы можем понять, где артефакты, а где именно желудочковое нарушение ритма, поэтому это может существенно снизить качество реанимационных мероприятий и вероятность того, что в последующем ритм можно будет дефибриллировать, как я показывала на своих слайдах. Поэтому, да, сразу же после дефибрилляции мы, не оценивая ритм, продолжаем двухминутную сердечно-легочную реанимацию, и только спустя две минуты непрямого массажа сердца мы оцениваем ритм и принимаем решение о том, дефибриллировать или вводить амидарон, адреналин, в зависимости от того, что мы увидим на кардиомониторе. Но не менее двух минут эффективной и качественной компрессии должно быть произведено после разряда. Спасибо за внимание. В этом тогда следующая лекция будет читать Галар Кимовна после перерыва. Да, ссылка будет другая. написана в программе. Всем спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!